Всем привет! С вами Люда Блаш-Суприм. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я вам обещала, что предрождественский, предновогодний сезон на моем канале будет добрым, будет милым и трогательным. Сегодняшнее видео именно такое. Сегодня я вам расскажу про самые добрые, самые трогательные, самые выбивающие слезу истории, которые связаны с королевской семьей. Поговорим о благотворительности, о каких-то личных историях, будет очень интересно и будет очень предпразднично. Я думаю, что я добавлю вам в ваше новогоднее настроение, которое, я надеюсь, у вас уже появилось, добавлю чуточку тепла и чуточку веры в чудо и в хорошее. Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чай, кофе и погнали! Каждое Рождество Кейт, Камилла и другие члены королевской семьи приносят чуточку радости тяжело больным деткам, одиноким ветеранам и так далее. Начать хочу как бы с мема, но на самом деле за которым стоит очень-очень хорошая инициатива. Пудинг Джорджа и королевы. Помните, как Джордж дубасил пудинг ложкой и королева сказала Чарльзу, слушай, пошли отсюда? Я обожаю это видео, он разлетелось на мемы, это действительно очень-очень прикольное, замечательное видео, но за ним стоит на самом деле серьезная, серьезная и классная и крутая инициатива. Называется она Together at Christmas, вместе в Рождество. Это ежегодное мероприятие, которое помогает военным не чувствовать себя одиноко в праздник. Особенно, конечно, это актуально вот в период пандемии, когда люди все заблокированы дома, ни с кем не хотят видеться и лишних контактов избегают. Но вообще, при чем здесь пудинг, да? Суть в том, что эта организация организовывает фестивали, где люди, ветераны военные в первую очередь, собираются вместе, готовят рождественский пудинг по рецепту королевского дома, общаются и, собственно, вместе проводят Рождество. И также эта организация предлагает семьям военных сделать то же самое дома и отправить фотографии тем военнослужащим, которые сейчас вдали от дома. Ну и вот так вот на почве приготовления рождественского пудинга все сплочаются, поднимают себе настроение и так далее. Те пудинги, которые приготовила королевская семья, были разосланы старичкам-ветеранам. Кстати, именно вот этот концерт Carol Service, который будет показан 24 декабря в 19.30 по лондонскому времени, это тоже часть инициативы именно вот этой. То есть это вот все Together at Christmas. Теперь вы знаете, что за вот этим веселым, веселым видео стоит достаточно хорошая инициатива. Дальше я буду плакать. Ну, все, все, все истории здесь, они такие очень трогательные. В общем, есть такая... В общем, надо, наверное, немножко все-таки успокоиться. Чтобы успокоиться, я хочу, чтобы вы обратили внимание на новый цвет моего ободка. Я его называю такая вареная сгущенка. Она очень смотрится круто под золотые какие-то серьги. Заходите у меня в Инстаграме, уже представлены эти новые цвета. Это вареная сгущенка и есть такой перламутрово-серо-коричневый. Такая вот перламутровая пара у меня. Они еще успеют прийти к вам под Новый год, если вы хотите в ободке встречать Новый год. Так что заходите и выбирайте свой ободок. Ладно, все немного угомонилось. Следующая трогательная история, трогательная традиция. Елка в Клэрнс-хаусе. У Камилы есть такая традиция уже на протяжении 16 лет. Она приглашает детей в их резиденцию с Чарльзом в Клэрнс-хаус. И вместе с детьми они наряжают елку. Но это не просто какие-то дети, которые по блату причапали к Камиле. Это дети, которым Камила помогает в течение всего года. Они находятся под ее патронажем. Дети из организации World Dull Charity и Helen and Douglas House. И, к сожалению, это именно те дети, которые неизлечимо больны. И которым осталось, возможно, не всем медицина сможет помочь. В этом году они наряжали елку при помощи шпаг. Ай, ладно. Ну, в общем, вы знаете, что у меня красные глаза. Не по какой-то другой причине. А по той причине, что все это очень грустно. Как бы хорошо... Ну, с другой стороны, это очень классная инициатива. Это инициатива самой Камилы. Это вот именно ее желание. Это именно ее традиция. Помимо наряжания елки, при помощи шпаг. Вот в этом году они наряжали. Детям очень понравилось, очень повеселило их. Еще состоялся ужин. Всем детям раздали подарки. И также состоялось выступление в Алийской гвардии. В общем, замечательный такой вечер. И очень классная инициатива. Далее под Рождество в Сент-Джеймском дворце устраивается прием для ветеранов. Но тут уже идет разговор не про ветеранов с ментальными проблемами какими-то, как в первом случае, да, пудинг и вот вместе в Рождество, а именно про физические какие-то увечья и старость. То есть это именно раненые, ставшие инвалидами ветераны и в особенности взрослые ветераны. И в этом году это было очень все мило. Всем раздали бумажные короны, показывали конкурсы, дарили воздушные шары. Но такой подход, как вот к детям. Говорят же, и стар, и млад. Ну, собственно, мне кажется, шарики и бумажные короны развеселят абсолютно любого возраста человека. Прием проходит под патронажем организации «Незабытый» The Not Forgotten. И занимается им принцесса Анна. А вообще этой традиции уже ровно 100 лет. Первый прием устроили еще дедушка и бабушка королевы Елизаветы. Помимо того, что я вам уже рассказала, роялсы, конечно же, под Рождество посещают свои организации, патронами которых они являются, и устраивают что-то в рамках Рождества. Рождественские службы, выпечка, зажечь елочку и так далее, и так далее. София Уэссовская, та же Анна, принц Чарльз, двоюродные братья королевы и так далее, и так далее. Все занимаются рождественскими королевскими обязанностями под Рождество. Как правило, королевская семья не помогает какому-то конкретному человеку или конкретному ребенку. В этом и суть королевской помощи, в этом и суть исполнения королевских обязанностей. Они привлекают внимание к проблеме, к организации, к какому-то вопросу. То есть они как бы не фокусируются на одном человеке, а в большей степени привлекают внимание, привлекают средства, чтобы помочь многим. Но так или иначе, все равно всплывают одна, две, три истории, которые занимаются какой-то член королевской семьи вот конкретно. Маленькая Дейзи Брикс в этом году была на Кэрролс Шервис, который устраивала Кейт. Кейт всегда хозяйка этого мероприятия. Ей в три года диагностировали расщепление позвоночника. И врачи сказали, что вероятнее всего, она никогда не сможет ходить. Но девочка настолько сильная, настолько замечательная, большая-большая молодец, она каждый день на ходунках проходит 25 метров и одевается каждый день в новый цвет радуги. И таким образом она уже собрала 23 тысячи фунтов стерлингов в поддержку организации, которой ей занимается. Далее история 10-летнего Нейтана всех тронула в этом году. У меня даже голос сел, хотя уже было все нормально. Это от переживаний. Я уверена, что вы сейчас вместе со мной нет-нет до слезу и пророните. Господи, боже мой. Это же такое самое сложное видео, которое снимала. Хотя оно предполагалось наоборот, что вы поверите в чудо. Ой, боже мой. Так, ладно. Как-то держимся. История 10-летнего Нейтана в этом году тоже всех поразила. И он был у Камилы на мероприятии, про которые я рассказывала. Ему 10 лет. 8 лет из своей 10-летней жизни он живет в хосписе. Ему очень тяжело стоять, ему очень тяжело ходить и вообще, в принципе, существовать. Но он на мероприятии с Камилой так старался. Он подарил ей цветы, он спел ей песню «Выбышу о Merry Christmas». В общем, замечательный мальчик. Его мама в интервью сказала, что этот день станет еще одним чудесным воспоминанием, за который мы будем держаться в тяжелые времена. У Нейтана редкое генетическое заболевание, из-за которого у него слабые мышцы, он не может дышать самостоятельно во сне. И еще очень много осложнений, которых с каждым годом все больше и больше. Все, кому помогают члены королевской семьи, все абсолютно отмечают именно Кейт и Камилу. Отмечают, насколько они персонально относятся к каждому участнику мероприятия того же рождественского. Она, Камила, была очень добра, здоровалась со всеми, спрашивала о нашей жизни. Они подошли к каждому, постоянно спрашивали, нужно ли что-то. Проявили искренний интерес. Это имеет огромное значение. В Кейт ценят еще то, что она часто посещает хосписы вне камер и не боится запачкать руки. И это все взаправду. То есть люди отмечают, что это все не для камер. Чаще всего личные истории мы узнаем в рамках благотворительной организации, ну, патроном которого является та же Кейт, Камила и так далее. Но бывают исключения. Например, так случилось с пятилетней милой Снетен, страдающей от лейкемии. Еще в августе 2020 года она поучаствовала в фотопроекте Кейт Холтстилл про Великобританию в ковид, фотографии. Вы все знаете эту книгу. Кто-то, у кого-то, наверное, она даже есть. На фотографии сфотомил. Блин, ну, Люд, ну как-то надо, как-то несерьезно. Очень жизнеутверждающее видео, да, где я постоянно лью слезы. Ладно, фотография всех действительно поразила. На фотографии Мила, потерявшая волосы от химиотерапии с кислородной трубкой в носу, прижимается к окну по ту сторону, в которой стоит ее папа. Из-за коронавируса Миле и ее маме пришлось изолироваться. Тогда Кейт созванивалась с участниками вот этого проекта Холтстилл и позвонила Миле в том числе. Диалог начался так. Доброе утро, ваше высочество. В ответ на это Кейт рассмеялась и сказала, доброе утро, о боже, Мила, ты такая вежливая. И девочку интересовал самый главный вопрос. Одета ли Кейт в платье принцессы? На то, на что та ответила, что, к сожалению, нет. Мила сказала, что любит розовый цвет и чаепитие принцесс. И Кейт предложила ей встретиться и сказала, что она найдет платье принцессы розовое и будет в нем. Встреча действительно состоялась в мае этого года. Милу и ее маму пригласили в шотландскую резиденцию королевы. И Кейт, как обещала, была в розовом, а у Милы на голове в коротких волосах была пластиковая тиара. И в интервью пару месяцев назад мама Милы сказала, что Кейт очень хотела девочку обнять, но из-за ковидных мер не могла это сделать. Мама сказала следующее. Она, Кейт, была очень заботливой и внимательной. По ее разговору с Милой действительно чувствовалось, что она тоже мама. Теперь у Милы своя благотворительная организация, которая собирает средства и проводит просветительскую кампанию о лейкемии Великобритании. А дальше я хотела бы вам рассказать про трогательные рождественские истории, которые происходили непосредственно в королевской семье. Но прежде чем я перейду именно вот к этому блоку, я хочу сказать следующее. Если вы тоже растрогались, как и я, в который раз льете слезы, потому что вам жалко детей, или трогательно, или вообще в принципе вам не безразличны истории детей, Внизу под этим видео вы найдете ссылки на фонды благотворительные, которые я знаю, которые на слуху. В общем, если вы хотите, вы можете перейти по ссылке, помочь любому фонду, который, на ваш взгляд, занимается правильным делом, хотя все они занимаются благими делами. И тоже поучаствуйте в создании какого-то рождественского новогоднего чуда. Почему бы нет? Мне кажется, что инициатива такая правильная и хорошая. Мы тут говорим про то, как помогают в Великобритании, но мы знаем фонды, которые помогают и в России тоже. Тоже очень... Ой, что-то я прям вспомнила видео, когда мальчик благодарил Константина Хабецкого за то, что его фонд... Я для вас благодарю, потому что вы меня выключили. Я дам здоровья. Очень... Ой, дай бог здоровья вообще всем этим людям. Все, дальше трогательные рождественские истории про саму королевскую семью. Плакать уже не буду, там нет смертельно больных детей, поэтому... А что тут плакать тогда? Будем просто умиляться. Принц Филипп. Его обязанность была всегда практически до конца жизни. Он соблюдал свою обязанность ставить макушку на елку. Золотую звезду он никогда никому не разрешал делать это за него. Это была его святая обязанность. Это очень мило, когда в семье есть такие традиции, которым действительно следует вся семья до конца жизни принца Филиппа. Коль мы заговорили про принца Филиппа, говорят, именно на Рождество семья заподозрила, что молодая Лилибет неровно дышит к принцу Филиппу. В Рождество 43-го года ставился семейный рождественский спектакль «Аладдин», где Елизавета играла главную роль. И накануне оказалось, что Филипп будет среди гостей. Вот что писала в дневнике гувернантка. «Лилибет пришла ко мне раскрасневшаяся. «Угадай, кто приедет?» – спросила она меня. Я еще никогда не видела ее такой возбужденной. В ней зажглось нечто, чего мы раньше никогда не видели. Тогда, собственно, и стало всем ясно и очевидно, какой эффект красавчик Филипп оказывает на будущую королеву. И все поняли, что что-то тут... что-то тут... собака где-то зарыта. Еще одна рождественская, но тут уже неловкая ситуация произошла с принцессой Дианой. Она не знала, что в семье не принято дарить дорогие подарки на Рождество. Я вам уже рассказывала, что обычно это какой-то смешной подарок, юмористический, что-то, ну, очень-очень незначительное. Она этого не знала и подарила всем дорогие кашемировые шарфики и люксовые какие-то вещи. А принцесса Анна, например, в ответ ей подарила держатель для туалетной бумаги. Но Диана быстро научилась на своих ошибках и больше такого с ней не повторялось. Однажды даже она подарила своему сыну, принца Гарри, носовой платок, куда вложила пластиковую какашку. Капец! И, кстати, в письме 1985 года Диана рассказывала, что принц Уильям точно так же, как сама Диана в детстве, находил все подарки еще до Рождества. И оставалось только собирать оберточную бумагу по всему дому. Раньше, когда Уильям и Гарри дружили и были действительно не разлей вода, в канон Рождества они играли в футбол и собирали средства для благотворительных организаций. Играли они в Сандрингеме в разных командах, и с ними играл персонал Сандрингемского дворца. Поскольку они были всегда в разных командах, они боролись друг с другом, подрезали, что-то там пинали. Ну, как-то все это было, естественно, шутливо, но, господи, какие чудесные времена. Также принцесса Анна в Рождество очень внимательно относится к своему персоналу. Сначала она наряжает елку в своей резиденции Гэтком Парк, а потом приходит на кухню, чтобы вместе с персоналом выпить чай с пирожными брауни. Вот такая вот традиция. В принципе, это все, что удалось собрать про Рождество, про личные какие-то истории про королевскую семью. Потому что они, конечно, люди закрытые, и Рождество это максимально семейный праздник. И я понимаю, насколько хочется им, чтобы в Рождество все было вот, ну, по-семейному, не выплескивать. Все хотя бы, хотя бы Рождество оставьте лично для нас. В этом году, к сожалению, Сандрингем отменили. Королева останется в Виндзоре. Я думаю, что это связано со здоровьем в том числе. Насколько остальная семья приедет к королеве Виндзор неизвестно, потому что она также отменила предрождественский ужин, который собирал за столом всю семью. В общем, в этом году все будут праздновать тихо, мирно, самостоятельно, видимо. Ну, Кейт Миддлтон и Уильям, наверное, с детьми поедут к Миддлтону. Почему бы и нет, это, в принципе, в планы входило. Но жалко, мы не увидим в очередной раз вот эту проходку от церкви. Я каждый год ее жду, уже второй год дождаться не могу. Очень жаль. Ну, ладно. Я надеюсь, что вам сегодняшнее видео понравилось. Несмотря на мои слезы, несмотря на грустные какие-то истории, все равно инициативы хорошие, инициативы положительные. Если вы зарядились вот этим вот вайбом, да, скажем так, от меня, переходите внизу, открывайте ссылки, выбирайте фонд, которым вы хотите помочь в этот Новый год. И вообще не оставайтесь равнодушными, потому что королевская семья нас учит не быть равнодушными. Вот, собственно, давайте учиться хорошему. Ладно, наплела уже, как вот непонятно чего. Это все от нервов, это все от того, что я переживаю. Вот так. Я надеюсь, что вам сегодняшнее видео понравилось. Я надеюсь, что оно добавило вам новогоднего настроения. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Мы обязательно увидимся в следующих видео. Пока-пока.